Токата и Фуга, Рэй Минор и Оганна Себастьяна Баха. Свой концерт Хирока и Новая началась с известных вещей, постепенно погружая слушателя в мир органной музыки. Католический храм Едвиги или Бория полон. Приобрести билеты на концерт мог любой желающий. Настоятель добавил переносную мебель, чтобы все могли разместиться. Эта музыка нашу душу тоже как-то несет повыше, помогает нам какую-то красоту открыть, а в красоте тоже Господа можно найти. Поэтому я только за. Юрий Баль специально приехал в станицу Анапская из Новороссийска. Если скажу, что умиротворение, это будет сказано мало. Это просто, ну это действительно божественная духовная музыка, где просто такой диапазон частот, тембры. Ну это просто фантастическая музыка. Другие инструменты не в состоянии дать даже десятой доли этого богатства звука. Ее игру специалисты называют каллиграфически точной. По словам исполнительницы, чтобы стать органистом, необходимо пройти сложный путь. Хирока родилась в Осаке. В 19 лет переехала в Москву. Я всегда увлекалась в Россию. Это да. С детства моя мечта была поступить в ЦМУШ, это центральная музыкальная школа. И где-то 6 лет я смотрела новости погоды Москвы каждый день и просто представляла, как дети учатся, как люди живут. То есть у меня какая-то тяга всегда была. И когда у меня в жизни получился такой тупик, когда уже некуда. Бывает так. Тогда я вспомнила свою мечту в детстве, что я очень хотела в Россию. Мне так смешно сейчас говорить, но Чайковский, я всегда думала, что он японский композитор. Насколько созвучной души это было. А потом я чуть выросла и понимала, что это русский композитор. Это произведение Митио Мияги. Его называют отцом современной японской музыки. Слепой музыкант адаптировал европейские произведения под Кото, традиционный японский щипковый инструмент. В свою очередь, данная обратная адаптация доказывает универсальность музыкального языка, а также показывает широкие возможности органа, как музыкального инструмента. Международный фестиваль «Органные сезоны» организовал благотворительный фонд «Искусство добра». В этом году он впервые проходит на Черноморском побережье. Организаторы не боятся экспериментов. Необычный репертуар, дуэты с дудуком, саксофоном, сопровождение музыкой немого кино. Теперь мероприятия будут проводить регулярно. Следующий концерт состоится уже в январе будущего года.